Друзья, приветствую! Поступил вопрос на наш чудесный портал Экзегет. Как правильно реагировать на похвалу? Ну, я большой специалист, хочу сказать в этом, потому что человек я известный, и меня очень многие хвалят. Я очень много получаю в соцсетях всяких таких слов о том, что «Отец Павел, спасибо тебе, ты наш златоуст, вот ты единственный священник в нашей церкви, который остался нормальным». Кстати, замечаю, что примерно такое же пишут люди и другим священникам. Я думаю, что самое нормальное — это просто реагировать спокойно. и понимать, что это всё не стоит ничего. Вот вся вот эта похвала. Мне очень нравятся слова премудрого царя Соломона. Он говорил так, «У богатого много друзей, а у бедного даже родственники враги». Дело всё в том, что когда ты находишься на коне, то тебя все хвалят, с тобой хотят все дружить. Но вот когда ты находишься в какой-то немощи, ну, мало кто тебя похвалит. Мало и людей окружающих, кто тебя поддержит. Знаете, я даже замечал такие интересные вещи. Ну, вот многие люди думают, вот «Отец Павел, такой батюшка, молодец». Я замечал, что если я какого-то человека похвалю публично, потом начинают с ним все дружить. Ну, как же вы уже, «Отец Павел похвалил». А ведь на самом деле этого человека до конца не знаю. Ну, да, он там что-то сделал нормально, я ему спасибо сказал публично. А уже люди из этого сделают какие-то долгоиграющие выводы. В общем, я думаю, что похвала — это просто одно из проявлений нашего многословия. Если мы видим, что человек что-то хорошее сделал, да, можно сказать ему спасибо. Либо лучше за него помолиться. А еще можно, не знаю, если он нуждается в деньгах, деньги лучше ему дать, чем просто расхваливать направо и налево. Ну и последнее. Вот в Священном Писании сказано так. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Все-таки здесь важно, как мы сами к этому относимся. Бывает, что люди нас хвалят, но мы в этом не виноваты. Но вот если мы именно уже начинаем нуждаться в похвале, и мы начинаем все делать ради именно похвалы, то мы, получается, начинаем зависеть от внешнего мнения людей, в том числе и от своего тщеславия. Так что будем помнить, как замечательно говорил апостол Павел, все должно быть ради Господа. Вот Господь нас любит. Он источник жизни, он источник радости, он источник мира и источник покоя. Он источник любви. Поэтому будем делать все ради Господа, чтобы Он нас похвалил, а не окружающие люди. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.